У каждого слова есть смысловое значение, даже в каждом имени. Вот и слово УФА имеет необычное значение. Знаете, сколько их? 40. 40 объяснений снова УФА. Эти билибеевские школьники в Уфе были, вероятно, не один раз. Однако именно эта поездка в столицу запомнится им надолго. Еще бы, сколько интересного и нового они узнали о родной республике, о главном городе Башкортостана, благодаря экскурсии, организованной активистами русского географического общества. Гидом же во время поездки была самый главный экскурсовод республики Марина Игнатьева. Есть такая традиция башкирского народа, родится ребенок на свет, его губы смазывают медом, чтобы он был сладким для родных и близких. В музее меда ребята пополнили свои знания о знаменитой бурзянской пчеле, народном промысле башкир-бортничестве и даже попробовали разные сорта медов. В парке имени Сергея Тимофеевича Аксакова полюбовались на белоснежных лебедей, вспомнили известную на весь мир сказку писателя Алики Цветочек. А вот на парке Ватан попали на празднование мусульманского Рамадана, у Роза Байрам, угостились традиционным пловом. Эмиль Сакаев очень любит родной Белебей, но после этой поездки он влюбился и в Уфу. После окончания 11 класса он обязательно приедет сюда, чтобы поступить в один из вузов столицы. А пока ему будет что рассказать своим сверстикам дома. Я смогу рассказать о бортничестве и о монументе Дружбы. Больше всего мне понравился сад имени Аксакова. Там был очень красивый пруд и сам маленький цветочек. «Боющий фонтан семь девушек» – мультфильм в одном из столичных кинотеатров. Катание, литературу на трамвайчике. Ребят в этот день ждало немало интересного. А завершилась поездка в настоящем шоу спецназовцев. Первая благотворительная экскурсия «Золотое кольцо Уфы», организованная для школьников из Белебея, будем надеяться повториться и для ребят из других городов и районов Башкортостана. В рамках объявленного нашей республики Года экологии и особо охраняемых территорий региональное отделение Русского географического общества провело масштабную экологическую акцию в Демском районе столицы. В лесопарской зоне был заложен кедровый парк. Выпускники демских школ, представители предприятий и организаций района, откликнувшиеся на призыв активистов РГО, высадили в парке более 200 саженцев сибирского кедра. Кстати, саженцы закупил и привез на самолете наш земляк, член общественной палаты Югры Митхат Хасанов. Я родился, вырос здесь, в Башкирии. Я служил на границе с Афганистаном. После службы меня направили на ударную комсомольскую стройку в поселок Нижевартовск. Вот в 71-м году я на ударную комсомольскую стройку. Вот в то время кто-нибудь сказал, Митхат, привези, посади кедращей в Ашкирию. Вот никто же не подсказал. Вот сейчас мы это решили, как заупущенный провел, восстановить. На следующий год наш земляк, большой друг природы, планирует привезти в Уфу мальков ценных пород рыб, которых он начал разводить в Ханты-Мансийске, чтобы выпустить их в водоемы Башкортостана. Возраст сибирского долгожителя кедра может достигать 500 лет и более. Но для того, чтобы он стал вековым, ему нужно пройти трудный период роста и адаптации. Даже воду во время посадки саженцев в Деме организаторы экологической акции привезли из естественных природных водоемов. И за каждым маленьким деревцем был закреплен конкретный активист РГО, любитель природы, житель Демского района. Как приживаются сибирские кедры на Башкирской земле? Этот вопрос мы задали председателю местного отделения Русского географического общества, одному из организаторов посадки кедровой рощи Наталье Левушкиной. Проведена была большая масштабная акция 24 мая этого года. На территории Демского района, в лесопарковой зоне Баланово, мы привезли и силами общественников, силами мацинатов и экологов-активистов, высадили почти 280 корней сибирского кедра и 40 корней каштанов. В данный момент эти кедры находятся на нашей территории уже месяц. Была там недолеко, как вчера. На данный момент деревья чувствуют себя прекрасно, и данные погодные условия, конечно, этому очень способствуют. Мы изначально, когда была определена дата посадки, и изначально был определен уход, каждое дерево было закреплено за определенным учеником, за активистом, за жителем Демского района, конечно, у нас первоначально были волнения. Основное – это обеспечить уход, обеспечить полив в первые две недели, в первый месяц, когда дерево приживается. Но матушка природа нам подсказала выход, и благодаря, конечно, для нас к счастью, может быть, для уфимцев не совсем к счастью, но данные погодные условия все-таки способствовали. И кедры себя сейчас замечательно чувствуют, а каштаны дали прирост около 20 сантиметров. Программа «Моя планета Башкортостан» будет и впредь следить за сохранностью и ростом сибирских кедров в Демском районе. Надеемся, что в будущем наши потомки смогут наслаждаться чистым воздухом в кедровой роще и восхищаться красотой сибирских великанов. Башкортостан без преувеличения можно назвать родниковым краем. Причем многие наши родники являются уникальными водными объектами, имеющими ценность как памятники природы. Среди них один из самых больших и мощных родников Европы – Красный Ключ. Озеро-родник с чистейшей водой – Сарва. Целебные источники в Красноусольском, дар природы Кургазак, Святой Ключ в Таныпе и многие-многие другие. Исторические родники имеют не только эстетическое, но и экологическое хозяйственное значение. У каждого своя история и легенда. Вот, например, что вспоминает жительница лесного поселка Сарва Раиса Евграфова о своем походе на одноименный родник в праздник Крещения. Вот был один случай. Это было где-то на Крещении, вот где-то в конце 90-х годов, ну, в 98-м, 99-м, где-то, вот в таких годах, точно не помню. Мы с сыном решили утром сходить за водой крещенской. Ну, проснулась я, точно не посмотрела часы, во сколько это было время, я не знаю. И пошла, взяла бедра и пошла одна. Было как-то вроде бы тепло, ой, светло то есть. Пошла и остановилась вот где-то на приборке, где-то озеро. Смотрю на озеро. Только хотела спуститься за водой, а тут справа, где-то вот, где-то возле оврага. Такой подземный звук, такой страшный, пристрашный, прям вообще это самое, ну, такой огромный какой-то, подземельный такой вот это, вой, рев какой-то. Я просто остолбенела от этого жуткого ужаса. Жуткий, меня вообще сковало, такой жуткий ужас, что волосы на голове пошевелились. Я не могла двинуться даже, стою остолбенела, ни назад, ни вперед. И вот сколько это я стояла, это сковал меня этот ужас, я не знаю, какое-то время. Потом, как-то я немножко отошла и хотела обратно. Ну, что-то меня подвинуло, что мне надо именно, надо набрать воды крещенской. Я уже такими уже окаменевшими ногами, как спустилась, меня трясло буквально все. Набрала воды, а уже как прибежала домой, уже не помню. Издревле, возле родников, люди проводили какие-то обряды. Здесь же происходили и важные исторические события. Однако после появления водопровода многие родники оказались заброшенными. И по сей день они теряют свой первозданный вид из-за захламления и выпаса животных. В прошлом году Башкирское отделение Русского географического общества объявило акцию «Живи, родник». У нас все местные отделения Республики Башкирсан подключились к этой акции. У себя в муниципальных районах тоже объявили конкурс и взяли шефство над родниками и проводили очистку, субботники и благоустройство родников. По фотоотчетам, которые прислали нам 23 местных отделения, мы видели, что проведена была большая, огромная работа. А в этом году мы акцию эту также продолжаем. И плюс, кроме того, нам будут выделять финансирование Башнефть для благоустройства этих родников. И сейчас идет большая работа по созданию списка этих родников, по созданию эскизов, сметы, по благоустройству. И работаем теперь под девизом «100 благоустроенных родников к столетию создания, образования Республики Башкирсстан». Главный критерий, конечно, анализ воды должен быть положительно хороший. И желательно эскизы. Желательно эскизы. И родники должны быть посещаемы, иметь какие-то свои интересные истории, легенды. Реализация проекта продолжается и в этом году под девизом «Столетие Республики Башкортостан». Очистить и благоустроить родник равноценного сдвижению памятника, который десятилетиями, а может быть и веками, будет радовать наших потомков своей красотой и свежестью. Хотелось бы отметить Янаульское местное отделение, Ермикеевское местное отделение, Кугарчинское, Кушнаренковское, город Агидель, город Сибай, Ишилишевское, Иглинское, Аскинское. Вот эти местные отделения, они наиболее такую большую плодотворную работу провели. Кугарчинский район, село Вознесенское, например, школьники взяли шефство. Один из родников, у них есть свои интересные названия, и школьники в течение года прослеживают, как не нарушается ли, не засоряется ли этот родник, как происходит, не затаптывается ли, то есть очистку, субботники. Принять участие в восстановлении родников на своей малой родине может каждый своим посильным трудом и вкладом. Пусть это будет даром от нас, будущим поколениям. Да и самим напиться чистой родниковой воды рядом со своим домом всегда приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин